Научно-методическая деятельность Научно-методический план И вот это все действительно органично Кандидатскую диссертацию я все же в аспирантуре писала И защитила в срок А докторскую я вообще без докторантуры писала Я работала, потом мне дали 10 месяцев И вот эти 10 месяцев я сосредоточилась И подвела итог тому, что было ранее написано И дополнила то, чего не хватало для этой диссертации Ускорила публикации И в общем-то вот так вот и защитилась Совмещая и учебу, и работу, и науку Мне кажется, что я типична в этом плане Для других преподавателей Потому что все мы умеем совместить И науку, и преподавание И в общем-то даже наши житейские какие-то проблемы На первом месте я бы поставила любовь и интерес Вот два таких компонента Потому что когда тебе интересно И когда ты любишь, это твоим становится любимым делом И ты полностью погружаешься в это дело Ты получаешь удовольствие И это тебе не в тягость, а это тебе в радость И вот я пришла в науку именно проявив интерес К русской литературе, русской драматургии Вот, и увлеклась этим И, конечно, вот первое – это любовь и интерес Мне кажется, что это для любого ученого Если не будет любви и интереса к этой области То не состоишься ты как ученый БГУ для меня, ну, это второй дом Потому что большую часть своей жизни я провела в БГУ Я окончила аспирантуру Я в БГУ состоялась как ученый Как преподаватель И я горжусь тем, что я работаю в БГУ Потому что это все же ведущий вуз Белоруссии Это один из лучших университетов на постсоветском пространстве И я желаю, чтобы мой университет Стал одним из лучших на мировом пространстве Среди ведущих университетов мира Вы знаете, есть такая философская квинтэссенция Что практика – критерий истины Я вот считаю, что методика – это критерий Качественной подготовки специалиста Это такая своеобразная матрица Куда ты закладываешь учебный материал И самое главное, чтобы методика была результативной Если она просто методика для методики Используешь те же тестирования, интернет и другие средства И просто так, чтобы их внедрять То это не принесет никакого успеха в учебной работе И все эти годы я старалась, разрабатывая курсы, все же наращивать методическую работу Чтобы мои курсы помогали мне качественно преподавать Начиная от подачи материала на лекциях До контроля знаний и оценки этих знаний И конкурс меня мотивировал проанализировать то, что я сделала до этого периода И в то же время явился для меня таким толчком и стимулом для дальнейшей работы Понимаете, я просто задумалась, что можно усовершенствовать Что можно написать еще То есть я считаю, что это стимул конкурса